ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот как-то надо приспосабливаться, надо обустраивать свою жизнь. Работа, которая действительно могла бы кормить не только тебя, но и тех, кто тебе помогает, в Российской Федерации отсутствует. Кроме тех, кто манипулирует деньгами, кто манипулирует своими мозгами, своими руками, вот тем как-то очень плохо живется в путинской России. И каждый задает себе вопрос, в том числе и враги нашего Отечества, когда же все это кончится. Враги хотят, чтобы это никогда не кончалось, но они понимают, что край подходит, что единственным гарантом их воровской жизни является Владимир Путин и чекисты. Уничтожение этой власти является желанием каждого вменяемого человека, русского или нерусского, представителя других коренных народов. Мы все желаем одного, чтобы этот режим поскорее был уничтожен, чтобы те, кто работает руками и те, кто работает головой, имели нормальный заработок, нормальную жизнь. И на этой платформе могли бы обращаться к духовным ценностям, к нашим традициям, к нашей истории, воспитывать детей в соответствующем духе. И тогда будет и трудовая этика, и семейная этика, и будет нормальная человеческая жизнь. Пока мы не живем, а выживаем. И с этим надо как-то заканчивать. По крайней мере, если сейчас мы не готовы, мы не хотим организовать какое-нибудь восстание. Точнее, мы хотели бы, но нечем, нечем. Народ полностью разоружен. Это не времена Бухачевщины, когда можно с милами выходить против тех, кто снабжен только примитивными огнестрельными устройствами и тоже только холодным оружием. В основном холодным оружием. Поэтому сейчас народ полностью разоружен, полностью дезорганизован, никаких общественных структур не осталось, политика запрещена. Политических структур в Российской Федерации нет. Есть только воровские конторы, которые между собой могут конкурировать. Думать, кто из них получит больше кусок после того, как Путин уйдет нас, их шашни не интересуют. Но тот момент, когда они сцепятся за будущий большой кусок, когда Путин найдет самого отчаянного подлеца на смену себе. Вот к этому моменту мы должны готовиться, и общественную структуру надо создавать. Не надо выходить и размахивать флагами, рассказывать о том, где мы существуем, о чем мы думаем и что мы собираемся делать. Надо готовиться к этому. Готовиться, обсуждать, думать. Главное собираться с силами, чтобы во всех структурах, которые обеспечивают жизнь страны, были люди, которые готовы будут стать под один флаг и синхронно выступить на президентских выборах, проголосовать за одного и единственного кандидата президента страны. Только этот пост номер один решает, как нам дальше жить. Если придет подобный Путину, нам смерть. Если придет прямая альтернатива во всем. По росту, весу, габаритам, способам мышления, команде и так далее. Полная альтернатива должна быть. Не коммунист, не чекист, не либераст, а это все в одном и том же флаконе. Чтобы ничего подобного не было. Чтобы никогда не работал за рубежом. Чтобы был плоть от плоти русского народа. Не был в связи с этим режимом подонков. Вот это будет наш человек. Но его надо определить. Его надо определить и выдвинуть. И вокруг него должна быть команда. И должно быть неважно, первый он или нет. Команда должна идти. Он даже может быть, вот этот человек, за которого надо будет голосовать, фигурой фиктивной. А тот, кто будет за него выступать, вот тут будет главным политиком. И может быть он больше будет на дебатах выступать. А это будет формальная фигура, которая потом сложит свои полномочия и уступит вместо другому. Могут быть и такие тактические ходы. Но для того, чтобы они были, нам надо собраться в русские национально-патриотические организации. Не фиктивные, не леваческие, без всяких союзов с красными, с сероборомалиновыми. Только национальные интересы. Русский вопрос самый первый и самый главный. Все остальные после этого вопроса. Не обеспечена жизнь русского человека, значит не обеспечено ничего. И нам нечего делать на выборах. Вот примерно такой подход. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»